Всем привет! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить торт птичье молоко. И сегодня я буду использовать минимум монтажа, поэтому заранее извиняюсь, что брякнуто брякну. Поэтому, но зато видео будет выглядеть естественно. Значит мы сейчас, вы видите, отделяем белки от желтков. И белки накрываем пищевой пленкой и убираем пока в прохладное место. И сейчас мы будем делать корж для нашего торта из наших желтков. Я беру размягченное сливочное масло, отправляю его в чашу для миксера. Туда засыпаю сахар. И одновременно смешиваю разрыхлитель и муку. Раз сегодня у нас такое экспериментальное видео без монтажа, вы можете потом оставить в описании свои комментарии. Естественно лучше или же все-таки вырезать лишние слова. Вот вы видите, я значит взбиваю масло с сахаром и добавляю туда наши желтки. Вот все мы смешали наши желтки с маслом. И теперь всыпаем туда муку с разрыхлителем. Я всыпаю на глаз. Вам оставлю точное описание под видео, сколько грамм я туда засыпал. И пробиваем все миксером. Много смешивать и долго не нужно. Буквально вот я, видите, прокрутил 8 раз. И у меня перемешалось наше масло с мукой. Сейчас я вам покажу, какой консистенции должно получиться наше тесто. Вот такое вот оно, тягучее получается. Видите, жидкое масляное. Сейчас я покажу вам небольшой секрет. В полиэтиленовый пакет я отправляю наше тесто. Я буду брать половину порции. Мне вся порция не пригодится, потому что я не люблю много теста в торте. Торт я готовлю сейчас для себя, поэтому делаю так, как мне нравится. Если вам нужно будет два коржа использовать для торта, вы потом вторую часть делаете точно так же. Вот мы смотали шарик в полиэтилене. Откладываем его в сторону. Теперь берем пергаментную бумагу. Заранее можете очертить дно вашей формы. Какой диаметр у вас будет, я буду использовать форму 20 сантиметров. Теперь берем пакет с нашим тестом. И выкладываем тесто на пергамент. И теперь наше тесто нам нужно раскатать. Оно очень мягкое. Разглаживается очень быстро. Единственное неудобно, что пергамент ездит по столу. Но я думаю, что я справлюсь с этой задачей. И раскатаю тесто. Вот так мы его раскатываем, разравниваем. Делаем больше диаметра нашей формы. Разровняли руками. Вы можете померить форму. Подставить и посмотреть, хватит ли вам теста или нет. Вот сейчас вы, значит, можете снимать полиэтилен сверху, пленку. И вот такой корж у нас с вами получается. Теперь мы его отправляем в духовой шкаф. При температуре 200 градусов у меня испекался 12 минут. Но вы смотрите, у каждого духовки по-разному пекут. Поэтому как только коржик подрумянится, так он будет готов. Вот такой корж у меня получился. Теперь мы его переворачиваем. Снимаем с пергаментной бумаги. Он легко снимается. Вот видите, я не успел перевернуть, он у меня уже отпал. И обводим нашу форму. Обрезаем коржик. Вот такой вот корж у нас получился. Теперь остужаем его и укладываем на дно нашей формы. По краям формы я укладываю бортовую ленту. Так, теперь берем масло комнатной температуры. Взбиваем его и добавляем туда сгущенное молоко. Все хорошенько пробиваем миксером. Долго взбивать не нужно, буквально масса перемешалась. И отставляем ее в сторону. Теперь вспоминаем про наши белки. Достаем наши белки. И добавляем туда щепотку лимонной кислоты. Можете не добавлять лимонную кислоту, можете добавить щепотку соли. Взбиваем наши белки и одновременно начинаем варить сироп для нашего торта. Значит, воду, сахар и агар-агар мы смешиваем в ковшике. Доводим до кипения, до температуры 110 градусов. И вливаем тонкой струйкой в наши взбитые белки. Вот вы видите, я вливаю в белки сироп. И добавляем сразу же наше взбитое сливочное масло со сгущенным молоком. Делать это нужно быстро. Потому что агар-агар, он стабилизируется при температуре 60 градусов. Чтобы наше птичье молоко не застыло у нас еще в миксере, нужно сделать это как можно быстрее. Как только добавили все сливочное масло со сгущенкой в белки, мы сразу же выключаем миксер и выливаем наши взбитые белки в форму. Вот так можно немножко постучать, чтобы воздух вышел. И буквально через полчаса наш торт уже схватился. Поверхность торта я буду покрывать шоколадным ганашем. Можно просто растопить шоколад и покрыть сверху. Я нагрел сливки в микроволновой печи. Уложил туда темный шоколад. Буквально они там полежали минутку. И вот такой вот шоколадный ганаш у меня получился. Выливаем на поверхность нашего торта. И хорошенько все это дело вот так наклоняем. И покрываем наш торт. Вот такой торт у меня получается. Он буквально постоит 25-30 минут и он опять у вас застынет и он будет готов. Вот открываем нашу форму. Прошло уже полчаса. Снимаем бордюрную ленту. Или еще ацетатная лента называют. Она очень простая и легко вот так снимается. И вот такой замечательный, воздушный, легкий, красивый торт у нас с вами получился. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и у вас обязательно получится. Подробный рецепт вы сможете найти в описании данного видео. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока!